В Томиенском центре культуры и семейного досуга состоялась фотовыставка, посвященная военно-морскому флоту и защитникам Отечества. Также для гостей мероприятия был показан фильм о российском флоте. Образ воина-моряка испокон веков пленил сердца девушек. Благодаря романтическим ассоциациям, которые связаны с морской стихией, и представлениям о долгой разлуке при затяжной службе, военмор поистине считается профессией для настоящих мужчин. Для нас это основа безопасности России, для нас это, ну можно сказать, всё. Для нас это для кого? Для первого поколения, то есть наших отцов, дедов-отцов, второе поколение нас, послевоенное, третье – наши дети и даже четвёртые – наши внуки. Тот, кто несёт службу в морских пучинах, в литературе обычно наделяется такими чертами характера, как мужество, стойкость и даже отличается неким пренебрежением к сухопутной, простой жизни. И все они, просто у них все были, как мне казалось, у всех синие такие глаза, голубые глаза, казалось бы, потом я вглядываю, совершенно другого цвета глаза, но, казалось бы, это были настоящие русские герои. На выставке были собраны фотографии разных лет, с разных событий по всей стране и за её пределами. За каждым и сопрошением стояла история, история отваги, чести и достоинства. Один из них из Днепровско-Волжской флотилии, который с 43-го года прошёл в Белоруссии, освобождали Калининград, ну тогда ещё Кенисберг был, и Берлин. Оставил своё фоксимелье на стенах Рейхстага. Как признаются сами ветераны ВМФ, бывших флотийцев не бывает. Пожелаю ветеранам здоровья, прежде всего, успехов. Не оставлять ветеранские свои организации. Председатели или представители просят вас прийти, приходите. В любом случае, хоть доползти, но надо. Движение – это наша жизнь. Екатерина Скрижалина, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин